Против джангла какого-нибудь, то прист намного лучше. Объективно, вне реально намного лучше. Потому что, если тебя джангл возьмёт... А если визардов, шаттеров, всяких вот этих парней? Против шаттера... Или, так сказать, другого дрочклива. Против шаттера, если ты играешь, лучше всё-таки с пристом. Потому что дисперсия нужна. Она просто нужна. Потому что шаттер тебя убьёт, ну, грубо говоря... Ну, банальные схемы шаттера, ты знаешь, дефресала, как бы... И когда друид не сможет нажать в станине ничего, и его бьют просто через бортскин. То, как бы, опять же, спорно. То есть, он может просто взять и не выйти из этого стану. Так, у нас баны. 10 секунд осталось, и... Ну, пиши, что я ревную к верже... Нет, я не ревную к верже, учитывая, что на ресторшамане я сейчас крайне мало играю. У меня никак не завишу, или никак... Не обращая внимания, что ли, на этот каст, мне абсолютно всё равно. То есть, ну, как бы, я просто, как бывал, и, как бы... Ну, я, в принципе, до сих пор играю, Элисон Шаман, я понимаю, что... Когда-то можно себе просто жопу рвать и побеждать. Когда-то можно играть в вавки. Всегда захилай, есть всегда такие моменты, когда... Да, даже в шаттуклие бывает такое, что ты можешь просто стоять вавки и выхиливать. Такое бывает, да, ну, как бы, эта игра хилом, и такое случается. Ну, бывает, что иногда ты просто победу вырываешь просто из ниоткуда. Но это бывает только не в ШП, ресторшаман, а не в Ферале. И смотри, кстати, бан Ферала. То есть, уже банят, они именно... Они, на самом деле, не знают, что им нужно было банить вообще ультрафена, а не Ферала. Именно через бан с ШП они... Сейчас, скорее всего, будет ДК. И... Сейчас будет бан ДК? Ну, не самый глупый бан, грубо говоря. Не самый глупый. Ну, а если бы... А ШП не лучше было бы забанить? ШП неплохо забанить, но... Даже не знаю, просто вот... Вот если это крайне важная графика, Джайан на Варлоке. И знает ли об этом команды Реджик Комп. Это крайне важный момент. Просто чрезвычайно важный момент. Если он не играет на Варлоке, а играет и Лево... Потому что, как ты помнишь, раньше банкопласт-то... Он был в Тиме, но как... Но он вар. Он хороший вар. Но он всё равно вар. И вар немножко слабо вписывается со всякими Disney. А Филлока банят! Оу... Оу... Это будет банк дуротар? Это будет Валерка... Наш Валерка дуротар с Бенжиком. Валерка. Хотя, возможно, под это есть план. Потому что... Не хотят! Не хотят они, кстати. Вот... Задумка правильная. То есть... Может, они не знают, чтоffen это Реан... А как бы в рейш-беймы не знают... Нет... Ну, просто, ну, на самом деле, опять они идут в этот сетап, но они думают, что сейчас, когда выйдет Ваня Дуратар, будет лучше. Хотя, может быть, в каком-то моменте будет лучше. И причем самое интересное, что, ну, грубо говоря, они его сразу палят. То есть они его сразу палят, что они идут именно в нем. Потому что банов нету, но все равно ты, вот, например, грубо говоря, со стороны Венжика, вот Венжик правильно взял Ристор Шаман, и как бы, окей, я Ристор Шаман. И как бы, ну, они посмотрели такие, они такие посмотрели. Да, действительно, Энг. А, возможно, кстати, возможно... Дисциплин, кстати. Думал, 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 Гидра, какого бы, какой бы им успех взять, поэтому, возможно, и... Ну, тоже, да, то есть, знаешь, надо ли хилить мне, то есть если там будет, например, ШП и Лен, то, быть может, и Холли будет получше. Да, я думаю, Эмилк лучше бы вышел в Арканмаге. Он там играет Арканмагом, прожимает. Не знаю, насколько, конечно, Арканмаги сильны, но Абни вроде там какой-то играет на Америке, и там берет какие-то чуть ли не топ-1 рейтинги на этом Арканмаге. Ну, знаешь, вот этот сетап против такого, так сказать, Герой Кшеду Клима, он будет слабенький на самом деле. Мне так кажется, почему-то... Ну, знаешь, что мне кажется? Мне кажется, что будет лучше, чем было до этого. То есть можно играть в Энджи попроще? Ну, будет все попроще. То есть можно, ну, что-то делать с Ультерфеном, на матом играть в Энджи. То есть его можно хексить. Его можно легко хексить. То есть до этого его хексить нельзя было, теперь его хексить можно. Нет, точнее, его можно было хексить. Нужно, чтобы Ферал побежал вперед. В это время Шаман уже стоял в стане, и в это время там уже, ну, всех переконтролить, но, понимаешь, это не так-то просто. Иногда какой-нибудь рандомный тримор, там, из Венджика выскочит, и все как бы рушится. И все друг-другой декурсят. Тут же можно, например, игнорить ДК, грубо говоря. Ты игноришь ДК, даешь там хекс в Ультерфену, чтобы он не помогал, не массфилил и так далее. И за туннелями Швейджика хила от Ферал не будет, точнее, хила от ДК не будет, как от Ферал. Ну, да, да. Сейвов, сейвы может и будут, а с фиксией будет на сейв. Но, опять же, сейвов меньше. То есть, и вот тут, как ни смешно, но тут как бы все намного лучше, чем было до этого. Ну, то есть по шансам. Ну, да. Конкретно шанс выше. Тут, на самом деле, даже знаешь, какой шанс есть? Просто дать сап ШП и опен сделать по шаману. Ну, да. Только нужно не так. Ну, то есть, нужно так, но не нужно аскендалл составлять. Просто сразу включаешь все. Все включаешь. Вообще все включаешь. Потом ШП даешь. Ну, в принципе, даже блайнд. А, кстати, как тебе такой хитрый план? Сапается шаман, открывается ШП под фулейшими фулами Энха, то есть он начинает грызть просто зубами рыбать. Кто кого, подожди. Сапа из шамана, открывает по ШП. То есть Энх сразу вырубает все. А Рока потом станлок сейчас закидывает сверху? Ждет. Ну, он именно уже сразу станлок закидывает. Смотри, венжер в сапе, ШП встаня, его грызут. ШП думает, нажму к дисперсию. И в это время сразу же венжер. И венжер потунеливать, а потом, как бы, вероятно, выбить кринкет из венжер, потому что фулы-то еще горят. Как бы, вроде, две молнии. Ну, это обычная тема. Это обычная тема в клеве. То есть, это, ну, это совершенно... Ну, знаешь, это ты берешь, ты берешь, опенишься, ты закидываешь что-нибудь одному парню, включаешь все фулы в другого. Он юзает, даже на самом деле, вот он юзает, знаешь, успел лайтовенький поюзать какой-нибудь там, ну, например, там, грубо говоря, там, на примере, там, ДК, айсбаунд, там, закинули Баррискин. То есть, он что-то нажал такой лайтовенький, нажал сразу. Эффективность уже падает, просто берешь, разворачиваешься. Фулы еще горят, и они там все еще горит, там еще несколько ККД можно, там, 3-бл дэмэш ливать, и просто разворачиваешься в другую цель. Ну, венха, если не ошибаюсь, он может дать два раза. Могу ошибаться, но именно два раза. Там, КТ, по-моему, 8 секунд, а с Кеннесс держится 15. Ну, там, да. То есть, первый раз и второй раз. Могу ошибаться, но именно два раза, по-моему. То есть, по идее, есть варианты выбивать дисперсию в момент с ШП, потом выбивать, то есть, идти под всеми теми же фулами, идти уже в Шамана, то есть, грубо, реально грубо, выбивать с него тринкет, а потом без дисперсии пытаться убить ШП. Но, опять же, у них не хватит дэмэша, чтобы убить ШП. Кстати, смотри, них поменял у нас Ваня Дуротар. Валера Буротар. Да. Ну, может, скоро будет и Володька Дуротар. Потом Рома Дуротар. Коля Дуротар. Так что официально, в общем, Ваня Дуротар у нас становится теперь и Валерой Дуротаром. А ты знаешь, многие писали, что вы называете Ваньку Валерой, это что такое? Ну, Валерка, не, Валерка Дуротар, он игровой. То есть, он игровой, он в красной стоечке, под конверсией, работает потихонечку, как бы, человек не торопится. Но здесь, вот, кстати, посмотрел, когда он, например, сменится, столько, потому что я знаю, что он любит край, то есть, он любит больше себя чувствовать, больше в покое, чем нежели кого-то там сильно напрягать, бурставать, то есть, под всеми фулами Оллинг. Вот он поставил бы, знаешь, какой-нибудь магман тотем был, ставил бы еще? Да, он там дамажит по тысяче чем-то. Прям по тысяче? Прям по тысяче. Ну, а серинг тотем? То же самое, по тысяче. Ну, магман тотем по 700 серинг тотем. Смотрите, подожди, а Уэнху уже, если не ошибаюсь, им что-то связано с серинг тотемом. Уэнху, да. Там, я просто, я просто... Ну, раньше точно было связано, а сейчас 100%. Я просто помню, когда еще там с Диаблсами поигрывал, что-то он там постоянно кричал, что ему там серинг тотем нужен, чтобы он там стакклся на цели, у него иногда багает, он там что-то такое. Ну, это раньше точно было, сейчас стакклся на цели. И, если я не ошибаюсь, там лава лэш какой-то запускался или что-то мощное такое? Да, ну, по-моему, сейчас лава лэш можно жрать просто так. 20 секунд на начало, Оллинг. То есть, просто так. То есть, в общем-то, опять оказуалили, отупили, ну, как бы, в общем-то, все. Все так и есть, но я думаю, что сильным тотемом не вершним будет. То есть, по идее, он его должен проставливать. Но тут проблема, что в Катаклизме и до этого шаманы ставили тотемы пачкой, а сейчас ставится только по одному, и каждый тотем важен. Ну да. Что ж, и у нас финальный отчет. 5, 4, 3, 2, 1, гол. Начинается, начинается игра. Экран есть? Все в порядке. Ребят, я видел про скайп Гидры, я ему уже написал, и как я узнаю, что он мне ответит, то есть, уже, ну, посмотрим на какие-то... То есть, ну, посмотрим, ответит он мне там, не ответит. Так, есть шамп на Венжике и... Фир Венжи... Трипл Фир. И играют, они играют, играют, играют. В кого вообще? Где Рога-Рога-Рога-Рога-Рога-Фириес-Опенера? Ультрафен. Это играл ультрафен. Это ультрафинда, может быть, фирменом, кстати. Ультрафинда не фиряет стелс. Нет, кстати, знаешь, она стелс не фиряет, но... Интересный факт. Ты можешь открыться, и через 0,0,0,0,0,0 секунду она тебя фернёт. Такой может быть. Она кастует, но с Майфуи, между делом, идут по Ультрафену, он дисперсии и Гидро, кстати, тоже проседает неплохо. Ну, там да, там Ванёк работает и подфейлил. Валерка. Ну да, Валера. Валера работает. Валер работает и он его подфейлил. На Гидре сало не самое приятное сало, потому что Валерий Дуратар на цели не закрепился, его ещё и Рог подстопывает, поэтому у Гидро всё более чем у кей на нём, даже дотов не было, поэтому Ультрафен, конечно, подфейлил. А вот у Ультрафена, однако, дисперсии и тринки-то нет. Ну, тучка, тучка. Ну, тучка, знаешь, с другой стороны, с другой стороны, что может быть? Смотри, ты там как-то распавил Финдайя. Потому что клинки юзаются, клинки юзаются, кстати, такие хорошие, у Ультрафена больше. И в Хексе, Бенжи, тринковаться нужно, нужно, нужно. Это супер неприятно, это супер неприятно. Здесь же Венжа флуд Хексов будет стоять, это очень неприятно вообще. Вот, 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 вот зачем долбан Ферала. И вот зачем Венжи НС. Она просто подглаз 30% урона до фула. Ну, опять же, вот, видишь, как я тебе и говорил, что какая-то непонятная дуча, может, ты залазь? Ну, он что-то дучка у него не так, у него, знаешь, он как-то не... Кстати, фулл блайнд на Венжи, фулл блайнд, может быть, фулл шип? Будет ли? Да, у нас, я знаю, что Самулекс офигенно, у нас... Нет, там Фир, да, Фир, Фир в Комбат ввел, директ Фир был. Но есть редирект Киней, но... Слушай, но без Фирала, я смотрю, они как бы... Не так, 30%, скорее всего, он сейчас умрет, и Венжи... Варьер, Дуратар опять Фирен, ну, в рот мне ноги! Сколько Фиров там, почему? Он живет, живет, как-то, ультрафеншил дуется, подхиливается, как может, живет. А, Бенжи, 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 Бенжи просто полностью без... Хотя, да, полностью ничего нету... Ну, смотри, по Самулексу неплохо заходит, Гидро Фулл Силенс, но, однако, тринкет есть, Самулекс... Да, Самулекс вряд ли, он дизарм откинул на Валера, Дуратара, и... На эважене, там, сразу фейнк. И на Амилке Хекс неприятный, он сократит прессинг, сейчас должен Венжи прохилить всех на фулл, абсолютно на фулл. И, да, понимаете, это и лосс, вот сразу, ну... Ну, сейчас, наверное, да, это СНД, наверное, он на пейте набил. Ну, скорее всего, знаешь, почему нет. Да, наверное, набил, обновил, и... И ещё и ресталф. А, нет, точнее, рекуп он вроде назывался. И, кстати, сейчас будет фейнк. Будет ли со станом по Венжику сидеть, это крайне важно? КЕС, КЕС, отлично! Тернулся Валерий Дуратара и сразу снял он от себя, но, кстати, вот... Бегал он, кстати, очень много фейнк, что отчасти его ошибка. Венжик, кстати, сейчас... Самое-то интересное... Самое-то интересное, слушай, знаешь, то, что... Ой, какую демию, чтобы ультрофену не успел договорить. Убрав Ферала из команды Кулстори, они начали серьёзно контролить Венжи. Начали контролить. А именно без Ферала контроль по команде Реджикт Компан практически пропал. Потому что Хир снимает за Тримором. Декурс, естественно, есть. Потому что Джахмила играет, он декурсит Гидру. То есть всё в порядке. Ну, асфиксия, ладно, асфиксия терпимо. Кстати, по Джахмилу-то идут, но... Гидра как раз закрепился за колонну, но... Не понимаю, Самулекс, беги назад, беги назад. Ну, куда ты вперёд-то побежал? Это да. Спорно он вышел сейчас на Самулекс. Он, по-моему, пробегал в Фере. Покасало было на Гидре. И Гидра между делом там вообще без маны. Самулекс поставился не самым приятным образом. Гидра встанет ещё по верху. Есть у него трикет, есть у него свап. Зубы сдаются, могут не успеть. 15% и свапаются. И свапаются на 25-15-25. Ну, да. Самулекс стантатемия. Вот как они в него попадают? Ну, у Бенджика стантатемия они магические, понимаешь? У Гидра на самом деле проблемы, я бы сказал бы сейчас. То есть у него сейчас действительно проблемы. Он 30% фулов. Ну, Хекс есть фуловый, но дисперсия есть. Хотя есть шанс, какой-то мини шанс ваншотнуть. И подрубается, наверное... Супер дэмэдж пошёл, дисперсия. Не-не-не, ещё и супер дэмэдж не пошёл. Подожди, он вроде Аскен не включил, нет? Не-не-не, он его не включал. А, ну тогда, кстати, что ты это можешь понять. У Гидра 30% мана есть. Он сейчас её всю сольёт. И они сейчас включат, все шансы есть. Утепенно испугался. Успугался 15% и не отдал и лучится ему включить. А, наверное, стоило просто взять и включить. Просто даже... Ну, знаешь, с фуламя умирать как-то это... Ну, это как-то не так. Ну, опять же, в кого его включить? Валера Дуротара бессмысленна, потому что он сразу там по этому подъезд. Знаешь, на самом деле, хотя вот Рога... Да, конечно, хорошо Рога танчит. Был от стойки. Да, более чем. То есть он, главное, он бы вытащил, да, у всех? Безусловно. Ну, что в целом, я смотрю по демиджу. Ну, ещё чуть-чуть тут, ещё чуть-чуть Валера бы нормально так чуть-чуть поработал, знаешь, чуть-чуть по усерднее он бы надамажил, как все остальные вместе взятые. Чуть-чуть ему не хватило. Ну, кстати, тут ошибка... Ну, даже не то чтобы ошибка, может быть, немножко дефовая игра от Валерки, потому что он пробегал в тверах крайне-крайне много. То есть не отдавал он свой прохил, не отдавал он... Не, по-моему, один тринкет отдавал, но один всегда держал. То есть тупо держит тринкет. Вот я бы не смог, это просто стальные нервы. Когда ты бежишь в фире и просто у тебя горят все фулы, нельзя не тринкануть. Но Валера Дуротара с этим справился, что отчасти, отчасти делает это... Слушай, ну с другой стороны... Слушай, вот извините, что тебя перебьют, но с другой стороны... Разве совсем нет смысла подсвитчивать всё же вот Валеру Дуротара, чтобы не сидел внутри зеленой стойки, чтобы, понимаешь... Ну, почему бы и нет? Ну, шугануть стоит, но, понимаешь, сетап не тот. Ну, не тот сетап. Этот сетап... Тебе нужно идти и работать. Если ты что-то там делаешь на стороне, то время теряешь, ом... Ну, да. Zero damage сетап. То есть Валеру Дуротару можно подсвитчивать только если не нажимать ничего. То есть просто автоатаками, там, какими-нибудь... Ну, с самым дефолтом, то есть ничего не нажимая. То есть не нажимая ни ШД, ни Ванча, ничего. То есть чисто так подъедать. Потому что Валера Дуротара вот в этом плане, кстати, даже, что он бегал в феррах, но... Согласись, что у Валера чуть-чуть-то повезло. Ну, прожил он, ну, на каком-то там дешевом проценте он все-таки выжил вроде как. Ну, как говорится, знаешь, всегда кому-то везет, кому-то не везет. То есть сейчас тоже здесь, в принципе, немножко повезло, когда и Джахмил умирал, там, и до этого какие-то возможности было, и Гитру там неплохо заходил. То есть, знаешь, всегда какой-то есть РНГ. Вот банально ты играешь, например, вот, даже, вот, например, там, с Варом, да, то есть вот ты нажимаешь, например, Маратал пять раз. Ну, вот за минуту, ну, допустим, он там пять раз, у него там, куда он там небольшой, ты нажимаешь пять раз, там, за 30 секунд. Допустим, в одном случае они били по 10 тысяч, ну, условно, просто в одном случае они били по 10 тысяч, ну, не критовали. В другом случае они били там по 20, ну, там, по 20 с чем-то тысяч, оставляли еще, точнее, прикрытие еще давали энрагу тебе, и, как бы, проходит вот просто, ну, отрезок, и вместо, там, вместо, скажем, там, 50 тысяч ты уже делаешь 100 тысяч. Ты даже делаешь не 100 тысяч, а из энрэджа ты делаешь, там, где-то, наверное, тысяч, там, 120 каких-то. Это разница уже в 70 тысяч дэмэджа, вот, то есть, у тебя вот хп есть, например, у тебя есть хп, например, там, просто, там, ну, допустим, пол хп у тебя, у тебя 200 тысяч, да? Вот у тебя есть 200 тысяч, от них отнимаются вот просто вот эти вот криты, которые были до этого, он просто вот тебя критует. И они просто добавляются, это минус 70 тысяч, и все, это уже такое, это уже к секундзону начинается, ну, в принципе. То есть, это уже 130, когда начинается спам, уже начинается спам-контроли, то есть, ну, там уже все летит, типа. Ну, я думаю, все догадываются и все знают о том, что Френджи на аренду не зашел, что ли? А, да не, он зашел просто, он что-то и... Ну, это он появится, он между делом. Он решил из фрейма ливнуть. Ну да, то есть, всегда, всегда есть РНГ, всегда есть, знаешь, критануло, не критануло, ну... Это, наверное, с первого сезона. Ну да, да, то есть это, это обычно РНГ, там, кританули блумки на выхиле, бам, улетел, там, у шамана 10% хп, нажал НЕСКУ, она похилила его, там, 15%. Ну, просто, ну, просто на 15% тебя похилила она. Ну, знаешь, опять же, НЕСКУ, я уже говорил об этом, НЕСКУ, смотря, как ты ее нажмешь. Вот, если ты нажал ее без Высобода, она тебя столько, она тебя больше не похилит, особенно, если на тебе Мортал есть, это уж точно. Если ты нажал ее с Сёршл Дом и с Высободой, и потом НЕСКУ, а еще с мужиком поверх, то там, если она кританет, то, если на тебе нет Мортала, ты выхилишься с нуля на фулл. Тупо с нуля на фулл. Ну, да. А если ты ее нажмешь просто так, то это, ну, это, в принципе, НЕСКУ это обычный каст. То есть, у шамана НЕСКУ не как у Друиды, она там не дает блонуться к хилу, это абсолютно обычный каст. Но, как бы, каст, на который имеется сильный шанс крита, на который имеется, там, какие-то бафы, то есть, заготовки, Сёршл плюс 20 процентов. Высобода плюс миллион процентов. Подожди, я что-то Венжи вообще не вижу. Так. Карнис, а Зайль вообще пропал, он зашел там? Да, он стоит на центре арены. А у них там Роги какого-то нету, потому что... Венжи только что-то авкает. То есть, Венжи авкает на центре арены и они ничего не делают. Он не авкает, потому что они не видят Рогу, я не понимаю. А, Роги и Гидра. Они Рогу не видят, Рога в селсе был? Сейчас, подожди секунду. Сейчас, секундочку. Так, хорошо. Всё в порядке вообще, в целом? И не всё в порядке. Пока понять я не могу. Ну, вроде всё окей, я понимаю. То есть, никто ничего не пишет, Кристина мне ничего не говорит. Ну, в общем, короче, как я понимаю, ребятку багнули фрейм, а он теперь пятый в таргете. Они хотят, ну, им нужно перезайти, то перезаходим. Или нормально. То есть, ну, кому-то багает, например, там бывает пофиг. Да, ну, перезайти, ну, нормально перезайти, ничего страшного там нет. Ну, в общем-то, да. Это точно. Странно, что в это время не у Гидры забагало. Ну, да. Хотя, из-за Гидры забагало. Ну, точнее, из-за его команд, что там Рог ушёл, стелс. Вечно какие-то мини-проблемы случаются. Ну, какая-то проклятая игра. На самом деле, я тебе скажу, что там атмосфера в команде Гидры сейчас на пределе. То есть, полностью на пределе. То есть, я прошу Самулекса там, ну, пожалуйста, не заходи в стелс. Он там пишет наш Рогом Мором. Ну, это такое, то есть, как бы совсем. И, что неприятно, Гидра написал после этой игры, я ухожу. Знаешь, как Ельцин прямо написал. Я ухожу. Пока. Я ухожу. Мы зарейджили. Я ухожу. В общем, пишет, что all team is raging cat each other. И означает это, что вся команда рейджит друг на другу. У нас ничего не получится. Мы развалились. И, так сказать, пересобрать команду и Гидры. Ну, можно уже, в принципе, об этом сказать. У них не получилось. То есть, у них не получилось рефрешнуть состав. И, знаешь, мне кажется... Ну, как бы они взяли нового человека, пошли играть в невменяемом сетапе. Угу. На что не надеялись. Мне кажется, что когда был и хаммерский хип-хоп, они как-то были посерьезнее, чем команды вообще. Ну, да. То есть, они угрозу... Они представляли угрозу. Я просто помню, они выиграли именно у Азаэля. Или не у Азаэля, они выиграли в Макханте. Один раз. Один раз они выиграли. Да. Не один раз, а один матчат. Да. Ну, они выиграли один поинт они взяли. В Макханте. Да. То есть, я думаю, вы все правильно понимаете. В Макханте. Угу. Не в чем-то другом, а в Макханте. И выиграли у... У Азаэля, да. А, нет. В чем Азаэль ты играл? Я просто не помню. Азаэль играл, если не ошибаюсь. В MLD. Да. Что-то там такое было. То есть, ну, выиграть в MLD в Макханте. В общем-то, такие игры были просто напряжнейшие игры. Какие-то прям нереальнейшие игры. Я помню, когда там был какой-то ваншот там кого-то там до грибов или до чего-то с нереальными контролями с цепочками. Играл игры просто в муни. Ну, это да. Ладно. Возможно, последний матчап на сегодня. Если Венжи будет продолжать закидывать Венжи хилки. Если Ваня Дуротар будет продолжать наводить такой же прессинг, как он наводит. Делать такие же хорошие свитчи со сфиксией в нужный момент. Именно в нужный момент. Когда, например, ультрафен что-нибудь там ауефиряет. Ну, если, конечно, сам ультрафен будет закидывать масс-диспл по Венжи, например, когда он получает фул хир или еще что-то. Ну, и, конечно же, круто. Ну, что он, собственно, обычно и делает. Да, он это обычно делает хорошо. И если, опять же, ультрафен будет нормально бурсить, то есть, как у него тоже. Знаешь, учитывая, что они в хилов любят играть, они научились это делать, они это умеют делать. Если он будет делать, как это, знаешь, закидывать плагу и делать полные прокасты, когда хиллер в сайленсе. Ну, или в самого хиллера, или там в кого-то, неважно. Я скажу, что у команды Regic.com шансов не будет, на самом деле. Да, я думаю, даже выиграть две игры уже будет крайне сложно. 20 секунд до начала. С тем, что они проиграют одну игру и сразу же вылетят. Ну, они уже, как бы, я понял. Не особо стремятся ее выиграть. Потому что Гидра там думала, да, вот я выйду там. Это же какие-то русские. Ну, вот какие-то русские его и пофармили, собственно. Причем без шансов. Это да. Что ж, мы переходим к финальному отсчету. Возможно, что финальная игра на сегодня. 5, 4, 3, 2, 1, go. Начинается игра. Ну, может, кстати, даже послушайте, как они собирают последнюю игру. Знаешь, послушайте, как они порадуются вообще. Это будет, наверное, интересно. Да, я думаю, так и сделаем. Венжик, вперед! Не фир, не фир, не фир. Я фир из АП, они врут их, наверное. Станчик, роги, станчик, роги дал. Нормально, он. Сейчас, я на всему, Вань. Аккуратно, фирбота поставил. Ничего не отдал. Чипшот фулловый, чипшот фулловый. Рога фулдизарм. Подрубил преобразование, стою вот просто как, я не знаю, как петушок. Давай, 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 потушусь. Как два петушка даже. Прикинь, вот два петушка, это же ужас. Готов больно зайти по энху. Прямо сейчас. А теперь давай не по энху, давай не по энху. Окей, хорошо, пороги. Пороги, за ты какой! Просто, просто, говорит. Чипшот фуллово, чипшот фуллово. Говорит, просто зайдите ко мне в гости. Пошла, зайду. Ой-ой-ой-ой. По мне в этот, по мне в этот, наверное. Э, Бланя, трехсекундой не далеко. Пришел бланки, пришел бланки. Пороги? Купал, купал, купал. Да, у тебя хороший купол. Грая-играя-грая-грая-грая-грая-грая. помещает немало часы и финансы уроки нефига сентября тупо статус асфиксирует еда в целом расписывается подожди пару секунд что закончится все готовься 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 я не знаю как я шок на лифтках мешок парка нормально все нормально и т.к. по моему шапша ошибка москвы вот рекомендует а вот это оплата я же так, он поставил руты поставил и все несколько час км так, Сир, чип-шот по мне чтоб не было там ШД, Рохиль сейчас пытаюсь, пытаюсь всех с фулоу, я ты не конул все правильно, нормально пороги больно, Ваня а сексюду даю на контроль давай, 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 давай у меня сейчас проблемы будут там корм, ладно рисул бланки, ты играй дальше я в него не буду играть, он бежал в кошу и я в дизарминскую его придурал руты поставил тут по нху такой, знаешь, демодж по нху, такой, знаешь, демодж попрестул лайтов в атаке по нху иду назад если что, у меня есть еще айсбунд можно побристуванье не, я не хочу побристуванье он на костыне просто пускай на костыне бегает сейчас руты прилетел пьет, 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 боль на пороге сразу же хорошо дам асфиксию дам асфиксию дамаг поставил такой, знаешь, такой просто меня шокнули хекс по мне хекс он умер лол ау шокл вот так привет, пацаны хрис демоджи, как тебе победа над гидрой спустя несколько лет.. дужавю что то есть в этом? ну да, бенджи, а, тебя спрашивают отвечай Да, Рейнджер. Чувак. Я говорю, как ты? Какое? А где ты? Я просто шокировал. Ой, я что-то это, да. Он даже сейчас забудет, пойдет, кашку перед сном бахнет и все нормально. Все, да. И все. Ваня там вытащил. Африка, грим был. Приятно, что, если хоть и, так сказать, в начале вы как команда были нескольки сомнительны и, ну, в первую очередь из-за вашей такой дисорганизации, то в конце вы, знаете, показали хорошие игры и, можно сказать, полностью реабилитировались. Ну да, это такой камбэк. Ну, хватит ли его, я не знаю, там, вы, кстати, занимались ли вы анализом. Если мы всех в ноль выиграем, но они всем проиграют, а хватит. Ну, да, для этого нужно выигрывать. Да, для этого нужно выигрывать. И кто у них? У вас еще оппоненты-то? Была у вас еще, если не ошибаюсь, в воскресенье какая-то игра? Угу. У нас вроде одна игра стала, да? Да. Игра у вас в воскресенье будет... Вы играете против... Сейчас, секунду. Я там это расписание. Просто кого вы уже встретите. Эвилджиниус. А, вы встретите Эвилджиниус, но это будет сложная игра на самом деле. Вот, но если получается вы выигрываете Эвилджиниус, то вы проходите в топ-4, правильно? Если остальные проиграют, по идее. А, то есть остальные конкуренты не должны выигрывать при этом? То есть это... Хотя... Ну да. Хотя там даже сомнительно, ну по идее там будет 8 у нас и 8 у них. Ага. Ну... То есть уже по личным встречам получается? Да. Там кто-то будет по личным встречам. Ладно, друзья. Молодцы. Спасибо. Вы сыграли. Круто. Спасибо. Да, спасибо. До воскресенья. Посмотрим, что вы там сделаете с американцами. Все в ваших руках, как говорится. Да. Давайте. Все, счастливо. В общем, такое небольшое блиц-интервью было. Потому что, знаете, ну это не такая символичная на самом деле победа Венчика. Потому что последний раз, ну так сказать, последний раз, когда он победил, он стоял на сцене вместе с Шуркой и Киселем. Над Гидрой победил. Да. Это победа над Гидрой была. Ну, я имею в виду, такая как бы, ну не ладерная какая-то победа. Ну, а именно вот именно как турнирная победа. Это прикольно. Что ж, касается... Что касаемо команды Гидры. Что они написали? Сейчас, сейчас прочитаем и посмотрим просто, будут ли там дальше игры или игры там дальше не будут. Да. Это, скорее всего, свапсы. А, это свапсы с нового скайпа. Это лучший tryharder, который вообще когда-либо играл. Ну, Гидрой написал, что он больше как бы не будет себя обременять игрой вот с этими парнями, которые его тянут на дно. Ну да, понятно. Они даже вышли из скайпа и с ним общаться не хотят. Ну, Гидра, знаешь, еще, еще у тебя, вот на самом деле, вот еще один такой турнир для Гидра и он останется один. Вообще. И не поможет имя Гидра. Ну, извини, Гидра, но ты как бы, приз классный. Когда-то ты был крутой приз, но человеком ты каким-то стал странным. Ну, без оскорбления. Ну, и приз том уже, как бы, на данный момент он не является таким. Ну, да. Нет, у него есть свои фишки, есть свои фишки какие-то хорошие, законные фишки, но... Та-дам. 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 Та-дам.